МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вместе Егориск. И как вы понимаете, с вами не Виктория Муратова, а Елена Крынина. Наша Викуля отправилась в командировку. Но не переживайте, свою порцию актуальных новостей вы обязательно получите. Умение рассуждать? Вот что отличает любители игры что, где, когда. Кстати, сезон студенческих игр уже начался, поэтому внимание на экран. Совсем скоро мы окажемся в тайном мире что, где, когда. Здесь всегда царит гармония, а совы приносят письма с вопросами для знатоков. Но в этот раз я не только корреспондент, а еще капитан команды экипаж. Ну что, полетели? Вот уже несколько лет подряд на базе молодежного центра «Маяк» проходят интеллектуальные игры разного вида и уровня сложности. Сезон «Что, где, когда» в рамках студенческой лиги стартовал 26 октября. В первой игре приняли участие 8 команд из учебных заведений Егорьевска. Как говорится в известной передаче, что наша жизнь – игра. Для меня игра стала частью жизни. Я в столе, когда играю, уже с 15 лет. То есть в следующем году уже будет 15 лет, как я в нее играю. И уже 6 лет, как не только играю, но еще и провожу игры здесь. В этом году у нас произошли некоторые изменения. У нас теперь в городе появились лиги. У нас есть младшая школьная лига. В нее входит представитель 5-7 классов школьной команды. Старшая школьная лига – это 8-11 классы. Студенческая лига, которая сегодня играет. И в планах создание любительской лиги, в которую могут войти и все взраста. Сезонные игры «Что, где, когда» в Егорьевске абсолютно не похожи на телевизионные. Участие может принять неограниченное количество команд. Они должны состоять из 6 человек, включая капитана. Играют одновременно все команды. Их задача – ответить на 24 вопроса. На раздумье также дается 60 секунд. Но ответы записываются на бумажных бланках и сдаются на проверку фибиям. Ученым удалось установить, что 67 миллионов лет назад кислорода в атмосфере Земли было на 14% больше, чем в наше время. Для исследования ученые использовали пузырьки воздуха, сохранившиеся в нем. Назовите его одним словом. Время. Первая игра сезона отличилась жесточайшей борьбой и мозговым штурмом. Вопросы были разного уровня сложности. Какие-то давались только в устной форме, а какие-то сопровождались раздаточным материалом. В игре встретился вопрос, на который все команды ответили досрочно, что вызвало ажиотаж. А были и такие вопросы, на которые правильного ответа не дала ни одна команда. Что, где, когда – это очень интересная игра. Здесь можно помериться интеллектом, если так сказать. Очень интересно. Здесь впервые столько команд. Не ожидалось, честно. Я думаю, что эта игра еще больше набирает популярность. Численность игроков в командах сильно отличалась. Только половина команд была в полном составе. Но этот фактор не был решающим. В команде инженера было всего два человека. Но это не помешало им занять четвертое место. Третье место с результатом в 12 баллов заняла команда «Голиадор». Чемпионы прошлого сезона команды «Экипаж» заняли второе место, набрав 13 баллов. Это потрясающие эмоции. Это полное единение с командой. Когда ты приходишь, вы можете показать свои интеллектуальные знания, узнать что-то новое и показать именно логическую цепочку. На самом деле, хотелось бы, чтобы сезон стал лучше, потому что с годами игра совершенствовалась. И тот уровень, с которого начиналась сама игра, сейчас он гораздо выше. Надеюсь, будет много классных эмоций и новые знания. А победителями первой игры нового сезона стала новоиспеченная команда «Флатта». Она обогнала соперников всего на два балла и получила 15 очков. Финал состоится в марте следующего года, после серии игр. Лучшую команду сезона пригласят на новогоднюю игру на базе Егорьевского историко-художественного музея, который станет прототипом телевизионной игры. Каждый год в октябре любители бега собираются в самых разных частях города, чтобы с помощью марафонов отдать дань уважения землякам-героям. Они уже покорили зону отдыха Люблян, лыжную базу, стадион Мещера, деревня Михали. Где проходил старт в этом году, узнаем прямо сейчас. В 44-й раз клуб любителей бега Мещера пригласил всех желающих почтить память героя Советского Союза Зинаиды Самсоновой. У нас менялись места проведения. Два марафона мы провели в Любляне, в лесопарковой зоне. Один полумарафон был у нас от ближней базы в сторону Коломны. То есть у нас трасса меняется. В прошлом году мы проводили в парке. В этом году первый раз проводим на этой. То есть меняется у нас трасса, но не меняется дистанция. Готовы? Внимание! Марш! Среди участников пробега были юные легкоатлеты, подростки-лыжники, профессиональные бегуны и просто любители. Все, кому хотелось отдать дань памяти героя Советского Союза. Бегуны серебряного возраста застали еще первые пробеги и с удовольствием продолжают эту традицию. В Самсоновских я только два не участвовал. 40 точно пробежал, это уже 40 с лишним. Притом с первой, сейчас уже это пробег такой, а вот первые в Самсоновске настоящее были. Мы бежали от деревни Калачева, где она родила, от дома Зинаиды Самсоновской и до площади Ленина. А юным легкоатлетам нужен еще и дополнительный стимул, поэтому спортсмены пробегали дистанцию и стремились улучшить свои показатели. Девочки и мальчики должны были преодолеть 3 километра по новой дорожке, от моста через Гуслицу до парка 200-летия Егорьевска. Четыре раза туда-обратно. Екатерина, почему ты решила поучаствовать в пробеге? Потому что это интересно и мне как бы хочется посоревноваться с другими участниками. Как ты думаешь, насколько легко даст тебе эта дистанция? Сколько здесь? Километра два? Нет, три километра. Ну, я думаю, ну я уже второй год занимаюсь бегом и я думаю, мне удастся занять призовое место. Вторая дистанция для взрослых. Им предстоял 21 километр и уменьшение своего прежнего времени. Такое не каждому под силу, поэтому бежали кто сколько мог, лишь бы поучаствовать. Преодолевать километры было не просто из-за погоды. В конце октября температура опускается, бежать становится сложнее. Хотя спортсмены со своими дистанциями справляются, несмотря на препятствия. Как тебе далась эта дистанция? Я замерз. Плохо размялся перед стартом. За сколько ты ее пробежал? За 12 минут. Как тебе трасса? Она была сложная, она была новая. Как ты ее оцениваешь по сравнению со всеми уже дорогами, которые тебе удалось пройти? Ну, она была легкой. Подъемов не было. Некоторым, вопреки осенней прохладе, удалось превзойти себя. Просто выдержать дистанцию, улучшить свои временные показатели и стать немного увереннее. Как ты себя чувствовал во время дистанции? Ну, мне было хорошо. Ну, это рекорд мой. Сколько? Ну, я пока не знаю, но это... Я раньше три километра медленнее бегала. Новая трасса и новые рекорды – еще один прекрасный повод поучаствовать. Но эти соревнования нужны, чтобы прежде всего почтить память великих людей, выросших на Егоревской земле. И наши жители чтят эту традицию. 24 октября в Малом зале Дворца культуры имени Конина состоялся один из первых этапов проекта «Первые шаги на большую сцену». Для кого он предназначен и чем интересен, расскажет Вова Вэлд. Известно, что 2019 год объявлен годом театра. И уже этой зимой воспитанники культурно-досковых центров впервые выступят на Большой сцене Дворца культуры имени Конина. Первая часть проекта «Первые шаги на большую сцену» предполагала знакомство ребят из творческих коллективов Юрцовского и Савинского культурно-досковых центров с деятельностью артистов. Наша творческая деятельность на сцене, она уже началась. Это был концерт, посвященный Дню пожилого человека, где мы показали 4 миниатюры. И абсолютно всех я пыталась задействовать. То есть успешно все было, все потихонечку. Организаторы знакомили ребят с театральными азами с помощью различных игр. «Покажи эмоцию», «Крокодил», «Скроговорки», «Море волнуется раз». Будущие актеры серьезно отнеслись к заданиям, ведь они помогут им и раскрепоститься на сцене. Что для тебя значит театр? В театре можно показывать всякие разные эмоции. Театр – это самое лучшее место, где можно сделать свою карьеру, можно так сказать. Как будущая актриса, расскажи, как преодолеть страх сцены? На самом деле любой артист волнуется, но никогда не боится. Но я обычно всегда успокаиваюсь тем, что я пою, разговариваю или просто разговариваю сама с собой, или хожу, просто что-нибудь говорю или думаю о чем-нибудь хорошем. В заключении встречи юные театралы Дворца культуры показали для гостей кукольный спектакль по мотивам русской народной сказки «Теремок». А уже 16 ноября ребята встретятся вновь на следующем этапе конкурса. Следующий этап у нас будет за кулисе нашего родного ДК, где мы всех также пригласим на большую сцену Дворца культуры. Покажем им, как у нас меняются декорации, театральные миниатюры покажет молодежный театр «Фиалка Мон Мартра». Ну а завершающий этап у нас будет также на большой сцене, где все участники нашего проекта покажут свои небольшие миниатюрки, спектакли, которые будет оценивать компетентное жюри, и в конце каждый получит награды и грамоты. Стоит отметить, что ребятам и их преподавателям предстоит большая работа, а пока они набираются опыта в этом проекте. С помощью телевизионных сюжетов люди узнают об интересных и важных событиях. Мы хотим, чтобы наши сюжеты не просто информировали, мы хотим, чтобы они помогали. Поэтому покажем вам материал «Активистов движения. Пес и кот». Знакомьтесь, это Гарфилд. Гарфилд – особенный малыш. Заработать свою особенность ему довелось на одном из предприятий города. Оттуда нашему волонтерскому движению поступил звонок о том, что под колеса машины попал маленький бездомный котенок. Это оказался крошечный, пушистый комочек с перебитой задней частью. Он жалобно пищал и умолял о помощи. Котенка в экстренном порядке доставили в ветеринарную клинику «Бегемот», где малышу была оказана первая помощь. По внешнему виду определить степень тяжести повреждения было трудно. Чувствительность задней части частично потеряна. Хвост совсем нечувствительный. Он волочился. В дальнейшем волонтеры «Пес и кот» обращались за консультацией ко многим специалистам – хирургам, неврологам. Проведено лечение, но, к сожалению, прогнозы неутешительные. Гарфилд останется инвалидом на всю жизнь. Но небольшая хромота на задней лапе – это не так печально, как то, что малыш непроизвольно испражняется. Он попросту не чувствует этого. Однако за последнюю неделю появились улучшения. Гарфилд старается ходить в лоток. Все свое детство Гарфилд проводит в маленькой клетке. А ему так хочется быть любимым питомцем в доме. В своем доме и со своим человеком. Он тянется к каждому, кто приходит в клинику. Заглядывает в глаза и надеется. Надеется всем своим кошачьим сердечком, что это пришли именно за ним, и его заберут. Но снова разочарование в возгляде. И он снова остается сидеть в своей клеточке. Присмотритесь к Гарфилду. Возможно, он растопит ваше сердце и станет верным другом на всю жизнь. На этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!